Всем привет, мои хорошие! Ну что ж, помните мою эквестресную бедосю? В конце видео будут обязательно ссылки на плейлист и видео про это чудо. Вот что от бедоси осталось. Одна из деток на пеньке начала желтеть лист. И я же молодец, я полезла посмотреть в чем же дело. И когда подлазила под листик желтенькой, зацепила рукой соседку и никакого нажатия, ничего, но был хруст и я ее отломала. В итоге я лишила двух деток на пеньке, а цветонос моей эквестресной бедоси уже давно засох. И вот эти товарищи висели сами по себе и питание от материнских корней не получали. В общем, я их вот так вот сняла и определила в кору, которую опрыскиваю. Она замечательно просыхает быстренько. И тут я иду методом лучше, чаще, но по чуть-чуть, чем один раз замачивать. Вот так что вот так вот, ребятки, сейчас растут. Надеюсь, что все-таки хоть какая-то однодетка выживет и вытянет. Вот такие вот грустненькие делишки, к сожалению. Но что поделаешь, в жизни бывает всякое. Тут сразу, наверное, будут вопросы, почему же они висели замотанные во мхе, а я их не посадила опять в мох. Ну, не люблю я мох. Вот честно, не нравится он мне. Мне понятнее, вот действительно понятнее кора. Знаете, такое чувство, что... О, сейчас тавтология пойдет. Такое чувство, что я чувствую. На интуитивном уровне у меня с корой получается, поэтому она меня устраивает. Но на самом деле вариантов масса и органические, неорганические субстраты, где можно вытягивать и таблетки вот эти вот для рассады, да, кокосовые. То есть вариантов много. Мне подходит этот. Посмотрим, понаблюдаем. У меня, честно говоря, вот такое в первый раз. Поэтому, да, это будет экспериментом. Стоят они у меня в моей большой тепличке, оранжерейке, вот на том стеллаже, который сверху обтянут чехлом пленочным. И там, соответственно, влажность, свет, температура. Постоянно работают вентиляторы. Вот, кстати, мы слышим их шум. Я думаю, вам слышно. Такое дребезжание. И вот стоят эти ребятки в такой оранжерейке. В банку я их не хочу. Кстати, про банку. Есть у меня банка. Сейчас покажу. Так, я вернулась с банкой. Вот такая обычная баночка. Там мох. Видите? Котлейка маленькая растет. И вон он. Детка Фаленопсис Эквестрис. Было у меня там две детки. А детки были, вообще знаете, вот эти вот зачаточные зародыши, когда ты только понимаешь, что все-таки это детка, а не цветонос или что-то еще. И накрылся у меня тот Эквестрис. И вот две детки на нем было. Такие. Я их благополучно посадила в эту банку. Вот они. Ну вот так вот. Видите? Уже достаточно выросла детка. Выросла достаточно. Хотя там, наверное, где-то сантиметр размах листа. Может, чуть-чуть больше, но до двух. Но вся детка была размером в пять миллиметров. Поэтому, да, она выросла. Она прям кабанчик. Вот. И вторая была. Я решила ради эксперимента вынять ее и посадила с мхом. И даже при наличии большого количества мха она все равно вне банки не выжила. Поэтому вот эта продолжает жить в банке. Там у меня еще была котлейка у Мирашка. Там был кусок резомы и почерневшие такие корни. И вот, смотрите. А, да, и старая бульба. Вон ее видно без листа. И вот что выросло. Кстати, таких котлей у меня тоже было две. И тоже ради эксперимента я вторую вытащила. У второй было три молодых роста. Причем один уже такой хороший с бульбочкой. И два растущих. И вне этой банки они накрылись. Так что, я думаю, жить им в банке вечно. Ну, вот такой у меня есть экспериментик. Да. Так что, бывает всякое. Нравится мне экспериментировать очень. Ну, что ж. Показала, рассказала свои такие не очень приятные, но интересные случаи. На этом я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. В конце, как всегда, будут ссылки на мой канал. Кто еще не подписался, может перейти и подписаться, посмотреть, что у меня есть. И, конечно же, будут ссылки на разные видео. А в описании очень много интересного. Ссылки на мои странички и группы в соцсетях. Так, ссылочка на Патреон, где меня можно поддержать и получить за это разные приятности. В том числе и сувенирную такую продукцию, как чашки, блокноты. Возможно, даже календари будут. С орхидеями, с моими иллюстрациями. И, кстати, там же на Патреоне будет предзаказ на мою книгу, когда я, наконец-то, буду готова сдать ее в тираж. И там же я выложу немножко обзора книги. Да, несколько страниц. И, кстати, там же будут появляться различные чек-листики, всякая полезная информация. Я ее пока готовлю, довожу до ума. И буду переводить в формат PDF и постить. Поэтому заглядывайте. Ну, а на этом уже совсем все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.